всем привет вы на канале аксель франк жизнь в австрии это у нас третья часть прогулки по городу мирана южный тироль италия в первой части я рассказывал про особенности подключения интернета в италии во второй части про величие истинное и мнимое третья часть у нас будет прогулка по старому городу и немного помечтаем вместе со мной и так вперед так что у нас старом городе а в старом городе у нас все в порядке а здесь что интересно здесь супермаркеты вот продуктовые они работают включая воскресенье то есть вот мне вот это вообще нравится в австрии там все воскресенье даже так какая-то из плана да не знаю что такое спана на в австрии воскресенье даже не вот вообще все закрыто здесь нормально вот чем мне это место нравится вот ты ходишь декабрь месяц тут хороший плюс приходит народ веселый довольный все чистенько а здесь обратите внимание здесь очень чисто здесь все 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 в порядке вот такая комбинация тироль немцев и итальянцев и все вместе получилось очень неплохо здесь нет это место очень нравится так а сейчас я выйду с к собору к местному собору вот он появился хору я там целую неделю занимался всякими интересными делами было не до съемок сейчас хожу набираю как бы исполняю свой долг перед зрителями то что меня уже упрекают что как-то мало видео увидел мало потому что жизнь эта штука интересная и есть много много всяких занятий среди которых съемка роликов конечно дело интересное но но не самую интересную так вот это знаменитая местная башня знаменитая она тем что построена в разных стилях ну да вот видите до какого-то уровня она готика такая суровая а потом идет барокко ну специалисты в архитектуре оценят там видна пороховая башня ну я там гулял как-то вам показывал ладно сейчас пойдем виа портичи лао бенгасе это знаменитая торговая улица города миран чем она знаменита это такой средневековая тогда реально здание которым по 700 лет по 600 700 лет и особенно я уже говорил может просто кто-то пропустил не слышал а ведь вот эти но это особенность торговли то есть раньше с освещением были проблемы электричества как бы еще не было его позже придумали чем в 14 веке а вот и поэтому наличие дневного света было принципиально важно до торговали пока был дневной свет а ряды на улице они во время дождя естественно у них были проблемы товар заливала водой и поэтому вот вот эта торговая улица с этими арками позволяла как бы продлить торговый день за счет наличия солнечного света и в то же время сохранить товар в случае дождя в случае каких-то вот проблем с кремом а сейчас это такая туристическая при этом все торговлю продолжается всякие магазины деликатесов всякие ветчин ну то что положено иметь в тирольском магазине колбасы напитки здесь шляпы моды и шляпы тут фасады старых домов а вот я после того как меня освободили от гражданства болгарии а вот может они покажут тут сколько градусов нет не покажут у них просто какое-то идет передача расписания как они работают ну ладно пусть передают дальше а вот после того как меня освободили от болгарского гражданства у меня осталось только гражданство австрии соответственно наслаждаюсь наслаждаюсь и вот все больше подумаю что может быть часть года я буду проводить где-то в этих симпатичных местах все-таки мне здесь очень нравится нравится атмосфера мой моего немецкого вполне хватает чтобы тут как-то обходиться чтобы тут не совсем пропасть может быть займусь под учу немножко итальянский так народ тут интересно тут много туристов опять же здесь что хорошо для иностранца а я уже несколько раз в своих видео это говорил что иностранец должен селиться в местах или в столице или в каких-то туристических центрах там он меньше мозолит глаза меньше об него спотыкаются скажем так к нему меньше вопросов вот вот миран это как раз такое место где иностранец ну ты владимир на улице сейчас останови каждый второй будет откуда то будет не местный человек который говорит по-немецки тут удивление не вызывает человек который выглядит как я удивление абсолютно не вызывает тут абсолютно как бы вписываясь в картину где-то в итальянском городе за умом в центре на юге да я бы явно выделялся из толпы с своим видом здесь нет здесь таких полным полно из тирольских деревень половой колхозник вот немецкого вида и вот и то что ты не мозолишь глаза то что ты не являешься каким-то вот исключением оно позволяет тебе вести гораздо более спокойную жизнь то есть тебе делают скидку на то что ты может быть не совсем правильно и и хорошо говоришь что может быть ты не все знаешь и не не совсем правильно себя ведешь во всех ситуациях то постепенно ты всему этому научишься постепенно все это летом это работает фонтан сейчас нет из рыбы там течет водичка сейчас перекрыли поэтому место такое ну просто на озере зимой у нас тоскливо там весна лето осень пока тепло там и туристов полно и просто развлечений в море там очень хорошо а вот зимой там туман климатически не очень приятно гораздо холоднее чем здесь и и там просто нечего делать на сколько тоска ну соответственно и надо куда-то отъезжать не факт что это будет именно миран может быть это будет другой город южного тироля посмотрите как красиво вот они там вот так вот так вот так для перины а вот может быть это будет больца ну ботсон тоже хороший город я еще не знаю но наверно мне надо будет что-то здесь подыскать и значительную часть года проводить здесь кроме того здесь очень насыщенная культурная жизнь в этом плане тут постоянный праздник постоянно что-то проводится постоянно какие-то концерты вот мероприятия то есть город живет туризмом и соответственно организуются и концерты так далее поэтому немножко здесь влиться в эту жизнь она позволит как бы поживее поживее проводить время ладно но часики надо кстати у меня всегда вызывали интерес вот эти часики с маятниками ладно давайте на этом я вот этот свой репортаж буду заканчивать а вечером еще пройдусь вечерний когда будет в разгаре вот этот рождественский рынок и сделаю вечернюю съемку посмотрим что получится а если вы не подписаны подпишитесь на канал поставьте лайк если видео понравилось и пока пока пока